Муниципальное управление Балаковское обращается к жителям города Балаково с просьбой в оказании помощи о раскрытии преступления, предусмотренной статьей 105 УК РФ. 8 мая 2017 года неизвестное лицо в районе торгового центра Гринхаус на проезжей части по улице Тарнавской причинило ножевое ранение молодому парню 27 лет, последствия которой скончался. Очевидцев и свидетелей данного преступления, которые могли находиться на момент совершения преступления в указанном месте, либо перемещаться на автотранспорте с видеорегистраторами, просьба обратиться в отдел полиции, анонимность, вознаграждение гарантируется. Известно, что молодой человек, потерпевший, двигался с адреса проживания на место работы. В этот момент, пересекая проезжую часть по улице Тарнавской, неустановленное лицо с ножом в руках нападает на него сзади, наносит не менее семи ножевых ранений в область шеи, головы и туловища, впоследствии чего потерпевший скончался на месте. Следствием установлено, что подозреваемый на вид 25-35 лет, среднего целосложения, рост ориентировочен 1,80-1,90. Был одет спортивный костюм темного цвета, бейсболка, на ногах имелись кроссовки. Кто-либо располагает данные информации, мы просим обратиться в отдел полиции номер 4, бывший первый отдел полиции, либо на механизаторов 1А. Также можно позвонить по телефону 02. Версии у нас, так скажем, основные две. Это, соответственно, первая версия. У нас лицо, причинившее тяжкий вред здоровью, мог быть приятелем потерпевшего, либо в ходе внезапной возникшей ссоры с целью мести нанес ему ножевое ранение. Есть версия, что у потерпевшего имелась на стороне связь, связь это женского пола, соответственно, мог данное телесное повреждение причинить молодой человек, так скажем, с целью ревности, мести за то, что наш подозреваемый имел отношение с женщиной на стороне. Либо из хулиганских побуждений, ну, соответственно, эта версия, так скажем, пока обширная, по ней надо работать более детально, чем на данный момент мы и занимаемся. На данный момент я не готов ответить по поводу соцсетей. Сейчас фоторобот у нас, так скажем, на данный момент обрабатывается, сегодня он будет готов и, соответственно, мы вам его выдадим дополнительно. У нас есть свидетель, несколько свидетелей. На данный момент каждый свидетель рисует, так скажем, с каждым свидетелем у нас работают специалисты. В общем, когда фотороботы будут готовы, путем сложения, наложения будет выбрана та идеальная, так скажем, форма лица, которая более соответствует процентам соотношения на лицо приступного. Я не видел, еще раз поясняю, тот фоторобот в соцсетях. Мы работаем с людьми, мне некогда в соцсети. Этим занимаются у нас другие специалисты, мониторинг проводят интернет. На данный момент я не готов ответить, что там в соцсетях. То, что в соцсетях сейчас пишут, соответственно, будоражит население. Кто-то это делает с какой-то провокационной целью, кто-то, соответственно, напуган. Я еще раз поясняю, у нас совершено только одно вот это преступление. На данный момент других преступлений никаких нет. Орудие убийства не найдено. Была проческа местности, проческа мусорных баков, проческа кустарников. Соответственно, ни орудие преступления, ни каких-либо вещей, которые имеют отношение к преступникам, у нас не обнаружено. Он попал в несколько камер наблюдения, в том числе видеорегистратор случайного очевидца, который передвигался на автомобиле. На данный момент это самая наилучшая запись происходящего. Поэтому граждане, которые 8 мая 2017 года в районе 9.45 передвигались по улице Тарнавская, либо по улице проспект Героев, находились в районе торгового центра Гримхаус, просьба обратиться в отдел полиции, либо пересмотреть свои видеорегистраторы на предмет попадания туда лица, который предположительно совершил данное преступление.